Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Заработлив, миграционный консультант из города Сан-Диего, штата Калифорния. Сегодня мы с вами поговорим о travel-документе. Что такое travel-документ? Прежде чем мы с вами начнем, еще раз напомню о том, что я являюсь специалистом по заполнению миграционных форм, я не адвокат, и предлагаю услуги по заполнению ваших форм и отправке кейса в USCIS. Вся информация на моем канале является информацией к ознакомлению только. Давайте сегодня мы с вами поговорим именно про эту форму application for travel-документ. Казалось бы, эта форма очень такая легкая, всего 5 страничек. Что тут сложного заполнять, мне очень часто говорят. Но я вас уверяю, что за десять с большим лет своей работы я убедилась в том, что это самая часто возвращаемая форма. В частности, тех людей, которые это сделали сами. Почему? Потому что, как мне говорят, это же такая простая форма. Но если мы с вами откроем эту форму, то мы увидим, что эта форма предназначена для пяти категорий поездок. Откроем с вами инструкцию и где говорится, для чего используют эту форму. Значит, первый ее используют для reentry permit. Reentry permit это значит разрешение на повторный въезд, если ваша поездка намечалась или же была на больше, чем один год. Значит, если у вас есть грин-карта, предположим, вы приехали сюда и получили свою грин-карту. Или же вы выиграли грин-карту. Заехали по иммиграционной визе, получили свою грин-карту. Но у вас остались дела, которые требуют того, чтобы вы были там. Например, ваш бизнес, который нужно продать. Или ваша квартира, которую нужно продать. Или же больная мама, за которой нужно ухаживать. Или же больные дети, за которыми нужно ухаживать. И в данной ситуации USCIS позволяет вам получить этот документ и отсутствовать до двух лет. Это очень хорошая новость для тех, кто не может на каком-то этапе своей жизни быть в Соединенных Штатах положено и шесть месяцев, как многие думают. И этот документ вам может помочь отсутствовать на более чем год, если он у вас есть. Refugee travel document. Значит, Refugee мы знаем, что это беженцы. Также Refugee travel документ могут дать тем, у кого есть Asylum, политическое убежище, полученное внутри Соединенных Штатов. Дальше, Advance Parole для людей, которые находятся внутри Соединенных Штатов. И также Advance Parole для людей, которые находятся за пределами Соединенных Штатов. И пятая категория это To travel for CNMI. Я, честно говоря, не знакома с этой категорией, так как я работаю в основном с первыми тремя. Но в последнее время у меня были клиенты, которые хотели получить Advance Parole для людей, которые находятся за пределами Соединенных Штатов. И, к сожалению, это были люди из Украины, которые хотели вывести своих родственников, ближайших родственников именно с территории войны, где была опасность их жизни. Advance Parole. Advance Parole на данном этапе рассматривается, в частности, для тех, например, у кого Green Card находится в ожидании. Или же сейчас, так как для украинцев открыли TPS, то также на основании рассматриваемого TPS люди могут запросить Advance Parole, чтобы съездить, решить свои дела. И очень важно сначала получить этот документ и потом уже выезжать, если Advance Parole имеется в виду, если ваши документы находятся в рассмотрении. Значит, я думаю, что с категориями у нас понятно. Давайте теперь обратимся к самой форме. Форма, как видим, вроде бы кажется, что очень легко, но я вас убираю. Очень много вопросов, которые, если вы неправильно ответите, я вам отвечаю, что вам, во-первых, могут его вернуть. Например, выберите категорию 1B, а у вас категория может быть 1C. Такое тоже бывает. Вот. И они могут вернуть или же они могут принять ваши документы, рассмотреть ваши документы и сказать, к сожалению, снять деньги и сказать, к сожалению, мы не можем тебе дать, потому что ты нам не предоставил достаточной информации. Например, если вы запрашиваете Advance Parole, предположим, пока какой-то ваш кейс находится в рассмотрении, вы не можете доказать причину того, почему вы запрашиваете. USCIS примет ваши документы, снимут с вас 575 долларов и вам откажут. Также у нас Advance Parole входит в количество документов, которые отправляются, когда делается смена статуса внутри Соединенных Штатов. Когда вы отправляете эти документы вместе на Green Card, на разрешение на работу, также получение Advance Parole, то ваша госпошлина в 1225 долларов покрывает сразу все эти три документа. Значит, за 1225 долларов вы получаете сразу три документа. В этом плюс, когда вы делаете, отправляете эти документы вместе. Ну, а если же вы отправляете по отдельности, то, к сожалению, вам нужно платить. Значит, давайте посмотрим, какие могут быть госпошлины на этот документ. Значит, нужно обязательно читать. Например, здесь говорят I am applying for reentry permit and I am. И здесь дается возраст. Например, 13 и старше вы оплачиваете 575, 14. От 14 до 79 лет 660, 80 и старше 575 и так далее. И вот здесь у нас дается вся категория, все категории и все госпошлины. И у нас есть такие моменты. Например, ваша Green Card рассматривается очень долго. Вам уже выпили ваш travel документ и даже срок его истек. Что вы можете сделать? Вот о таких вещах, ребята, мы с вами поговорим на закрытом вебинаре, который я хочу провести. Значит, как всегда, я вам говорю, обращайтесь, пожалуйста, всегда к инструкции, что они у вас запрашивают. И у нас всегда есть чек-лист, где они пишут, для какого документа, какие именно доказательства вы должны отправлять. Несмотря на то, что эта форма сама по себе очень маленькая, я вас уверяю, что эта форма запрашивает больше внимания, нежели даже само разрешение на работу. Если вы хотите, чтобы вам его одобрили. Вот такие у нас с вами, друзья, новости по форме Ай-131. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. И также еще раз напоминаю вам о том, что я планирую провести закрытый вебинар по заполнению этой формы, по сбору всего кейса по этой форме, по всем категориям. Мы скоро сделаем объявление об этом. С вами была Зара. И как всегда, напоминаю вам о том, что у меня есть телеграм-канал, инстаграм-каналы. Пожалуйста, присоединяйтесь и оставляйте свои вопросы там. Всего доброго и всем хорошей и легкой эмиграции. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok